Ну что ж, начнем наш эфир. Здравствуйте, уважаемые коллеги, уважаемые родители. Мы продолжаем серию эфиров знаком с профильными школами. И сегодня мы говорим о лицее научного исследовательского университета Высшей школы экономики. В рамках данного эфира мы расскажем в целом об особенностях обучения в лицее и подробнее остановимся на приемной кампании. В эфир будут вести репетиторы по русскому языку я Елена Берговина, репетитор по английскому языку Лариса Тарасевич, репетитор по математике Ирина Фитюкова и репетитор по истории общества знания Виктория Королева. К коллегам я дам чуть позже слово и сейчас я скажу о том, что представляет из себя лицей и почему же все хотят обучаться в этом лице. Если давать краткую справку, то лицей Высшей школы экономики был открыт в 2013 году. И, как известно, сегодня он входит в рейтинг лучших школ и занимает первое место по количеству выпускников, поступивших в топовые УЗы. Также среди лицеистов большое количество дипломантов Всероссийской Олимпиады школьников и, конечно же, Олимпиады Высшая Проба, что, на наш взгляд, еще раз подтверждает довольно-таки высокий уровень обучения в данном лицее. Обучение в лицее бесплатное, набор ведется с 8 класса. Всего в лицее можно поступить на 10 профильных направлений в 10 классе, а также на специализацию универсальная математика в 8-9 классе. Многие ребята хотят поступить в лицей, а те, кто поступил, очень рады тому, что обучаются в уникальном учебном заведении. Чем же лицей уникален? Почему все хотят, многие хотят поступить именно в это учреждение? Первое, на что нужно обратить внимание, это, конечно же, на то, что лицей представляет собой структурное подразделение научного исследовательского университета Высшей Школы Экономики. И обучение, которое реализуется в лицее, полностью подчинено системе обучения в ВУЗе. В чем это проявляется? В первую очередь, это проявляется в том, что ученикам дается возможность самостоятельно выбирать траекторию обучения, составлять учебные планы и выбирать, какие предметы они хотят изучать. Конечно же, есть обязательные предметы, такие как русский язык и математика, но здесь ребятам можно выбрать их уровень изучения, базовый или профильный. Как я сказала ранее, лицей – это предуниверсаль. Поэтому лицеистам дается возможность посещать факультетские дни раз в неделю на соответствующих факультетах университета. Лицеистов обучают вузовские преподаватели, в том числе профессора высшей школы экономики, известные ученые, авторы учебников, пособий и так далее. Ребята в рамках обучения в данном лицее выполняют, подобно курсовой работе в ВУЗе, выполняют индивидуальную выпускную работу, в рамках которой они могут создавать настоящий проект или же целое научное исследование. Также можно отметить то, что ребята обучаются по парной системе, подобно обучению в ВУЗе. То есть у них не уроки по 45 минут, а пары. Также можно отметить то, что жизнь лицеистов довольно-таки насыщена. У них очень интересные внеурочные программы, в том числе те программы, которые создают сами ребята. Здесь множество социальных проектов и мероприятий, которые лицеисты создают для лицеистов. Ребята здесь могут реализовать свои самые амбициозные мечты и планы, такие, как, например, создание каких-то интересных, может быть, стендап-шоу. Они здесь могут снять сериалы или даже сделать модный показ. Конечно же, в лицее существуют факультативы, творческие, спортивные, подготовка к олимпиадам, факультативы по изучению языков. Многим ребятам нравится то, что в лицее нет формы. И это создает определенную такую интересную и комфортную обстановку для ребят. Вместо привычных школьных звонков на переменах играет музыка. Та музыка, которую ребята выбирают путем голосования в лицее. Главный принцип лицея – сотрудничество и взаимоуважение независимо от возраста и статуса. Это проявляется во многом, в том числе даже в том, что преподаватели лицея обращаются к своим подопечным не иначе, как к коллегам. Многим ребятам это очень нравится, хотя для некоторых это непривычно. Ну и вообще, в принципе, творческая обстановка в лицее и вот эта атмосфера сотрудничества довольно-таки привлекательна для многих ребят. Но сразу же могу сказать, что эта атмосфера, конечно же, обязывает ко многому. И не для всех ребят подходит обучение в лицее. Я думаю, мы с коллегами немножечко сегодня до темы тоже коснемся. Что касается основных особенностей обучения в лицее, вроде бы я отметила основные. Коллеги, может быть, вы еще можете добавить что-то? То, что связано с особенностями обучения в лицее, отличие от школьной программы. Вроде бы основные моменты я назвала. Ничего я не пропустила. Вроде бы самое важное назвала. Так, ну что ж, давайте тогда перейдем непосредственно к приемной кампании. Так, я могу, в принципе, даже сделать здесь... Да, демонстрацию экрана. Видно, да? Итак, приемная кампания в лицее начинается 1 февраля. Для поступления в лицее в рамках основного набора необходимо в период с 1 февраля по 15 марта подать заявку в личном кабинете. Необходимо, конечно же, заранее зарегистрироваться в этом личном кабинете, получить логин и пароль. И с прикреплением заявки необходимо также отправить мотивационное письмо. Кстати, мотивационное письмо не оценивается в лицее. Мы как раз с вами, коллеги, недавно проводили эфир по гимназии Сколково. И говорили о том, что там мотивационное письмо весит целых 10 баллов. Да, здесь мотивационное письмо не оценивается, но, тем не менее, конечно же, оно тоже должно быть написано в соответствии с нормами языка. После того, как абитуриент отправит заявку и... Так, я, в принципе, здесь даже... Ага, да, вот даже так будет интересней. После того, как абитуриент отправит заявку с мотивационным эссе, ему необходимо будет пройти вступительное испытание. Кстати, вступительное испытание проходит в дистанционной форме на платформе Moodle с использованием системы прокторинга. Так, сейчас... Итак, если абитуриент поступает в 8-9 класс, мы с вами, коллеги, как раз недавно обсуждали то, что поступает такая информация, что в следующем, да, в 2024 году, возможно, не будет поступления в 9 класс, но эта информация не представлена на сайте. Ответ я от администрации лицея таки не смогла получить, поэтому не будем эту информацию, да, преподносить как официальную, пока она еще не озвучена, администрация учреждения. Поэтому говорим пока о том, что есть на данный момент. Если мы... Если абитуриент поступает в 8-9 класс, у него есть возможность выбрать либо универсальную специализацию, либо математику и физику. Кстати, если не ошибаюсь, можно выбрать оба направления, но одно должно быть приоритетно. У меня просто ребята поступали на универсальную специализацию. Так, сейчас вот здесь... Если абитуриент поступает на универсальную специализацию, то он участвует только в первом этапе вступительных испытаний. Например, в этом году экзамены для 8-9 класса были в начале апреля, они были 8 апреля. Так, экзамен представляет собой вступительное испытание по математике, русскому языку и иностранному. Иностранный язык на выбор учащихся. Если абитуриент выбирает специализацию математика и физика, тогда он принимает участие также во втором этапе вступительных испытаний и выполняет задания по углубленной математике. Если мы говорим про 9 класс, то они еще выполняют дополнительное задание по физике. Что касается особенностей сдачи экзаменов, здесь можно сказать, что ребятам дается 120 минут на выполнение заданий. То есть по 40 минут, соответственно, на каждый предмет. Если мы говорим про вступительное испытание по математике, русскому и иностранному языку. Да, и как я сказала ранее, это все проходит в режиме прокторинга. Так, если абитуриент поступает 10-11 класс, то здесь он уже выбирает одно из 10 направлений, профилей. По стоковедению, естественной науки, психология, математика, информатика, экономика математика, экономика социальной науки, гуманитарной науки, дизайн, юриспруденция. И давайте посмотрим. Здесь, в принципе, такая же система. То есть, ну и обязательно добавляется вторая часть вступительных испытаний. Первая часть, опять же, математика русский и иностранный. Регламент на, регламент выполнения точно такой же, по 40 минут на предмет. Единственное, что я думаю, Лариса, вы меня поправите, если я вдруг ошибусь. И когда ребята в старшем классе пишут эссе, им дается вроде бы еще дополнительное время на то, чтобы они отсканировали и прикрепили материалы систем. То есть, дополнительно дается время на этот технический момент. Но это нужно будет смотреть непосредственно в положении в том учебном году, когда ребенок будет поступать на выбранный факультет. И вторая часть экзамена, это непосредственно сдача экзамена по профилю. Например, востоковедение. Ребята сдают профильный предмет и история иностранный язык. И что касается проходных баллов, что касается того минимума, который ребенок должен набрать, здесь нужно понимать следующее. Если ребенок поступает на... Если ребенок сдает первую часть тупительных испытаний, то проходной балл по каждому из предметов по математике русскому иностранному, то есть минимальный пороговый балл, это 3 балла. И понятно, что для поступления, конечно же, нужно больше баллов, чтобы повысилась вероятность поступления. А уже на сдачу второй части экзамена здесь дается намного больше баллов в качестве проходного. То есть здесь уже проходной по профильному предмету составляет 7,5. То есть есть о чем задуматься. Так, что касается структуры экзаменационных заданий, частей вот этих заданий, в принципе, я основное сказала. Я думаю, мы сейчас с коллегами как раз поговорим подробнее о предметах первой части вступительных испытаний, математика русский иностранный. Коллеги передают слово Ирине, которая расскажет о вступительных испытаниях по математике. Продолжение следует... Он создается в рамках комплексного теста. И в этом случае экзамен будет содержать 10 заданий. Пишется он в формате прокторинга, как сказала Елена. То есть это онлайн-формат плюс видеозаписи, осуществленные по определенным правилам лицея. 40 минут дается на работу по математике. В принципе, если говорить о сложности этого экзамена, я скажу так. Конечно, это углубленная программа для текущего класса. То есть особое внимание нужно все-таки уделить какому-то запасу по сложности заданий. Если говорить о разбаловке, то такие задания, как уравнение и простые вычисления, дают всего лишь полбалла. Задача на проценты, если это задача простая, она очень часто встречается в вступительном экзамене, именно в тестовой части. Это тоже всего лишь 0,5 балла. Если говорить об общих тематических заданиях, то есть, например, какие-то графики функций, иррациональные числа вычисления, текстовые задачи, геометрические задачи, все они оцениваются в один балл за исключением задач с параметрами и нестандартной задачи. То есть на эти задачи я бы обратила особое внимание и поразбиралась с ними, потому что время все-таки ограничено, и получить два балла, наверное, интереснее, чем очень много времени потратить на примере и получить за него всего лишь половину балла. Если мы говорим о десятых классах, то математика является профильным предметом уже на нескольких направлениях. Это направление экономики и социальных наук, экономики и математики, информатика, инженерия и математика, психология, как ни странно, естественные науки. То есть при изучении этих предметов в 10 классе математика изучается на хорошем уровне. Если мы говорим о направлениях математика и физика, то кроме комплексной работы теста необходимо будет пройти еще и устное собеседование. И здесь правила немножко, конечно, ужесточаются, потому что сдается это в очном формате. Также даются примерные задания для ребят. И необходимо решить три задачи и обязательно обосновать это решение устно экзаменатору. Экзаменатор вправе задавать вопросы по ходу решения задачи и может поставить, вернее, может оценить задачу как недостаточно обоснованную и дать еще одну попытку абитуриенту для защиты своей задачи. Каждая задача оценивается до пяти баллов. На задачу дается не более пяти попыток. Суммарно получается итоговый балл путем суммарной вычисления суммы этих баллов. И умножается он на две трети, то есть получается максимальный балл за устное собеседование. Это три балла. Хочу обратить особое внимание на частые ошибки, которые допускают ребята при сдаче экзаменов. Во-первых, это невнимательность и вычисления. К сожалению, из-за таких вот вроде бы, на таких вроде бы несложных заданиях, очень часто теряют баллы ребята. Кроме того, большинство ошибок в логических задачах и текстовых задачах. Поэтому на решение этих задач я бы советовала обратить особое внимание тем, кто планирует поступление. Ну и если мы говорим про устное собеседование, то регламентом ограничено было в 2023 году 60 минут на прохождение этого собеседования. Ну и поступающие, которые не преодолели основной порог баллов, не рассматриваются к зачислению в рамках основного конкурса в лицей. Это минимум 7,5 баллов на устном собеседовании. И это минимальный проходной балл, 3 балла на комплексном тестировании получается. То есть 3 балла нужно было набрать как минимум. Задачи меняются ежегодно, поэтому основной упор советую делать на понимании тем, а не на прорешивании разных типов задач. Собственно, можно потом добавить еще про дополнительные баллы, да, которые могут получить абитуриенты. Но, наверное, это попозже об этом поговорим, да, Елена? Что, можно сейчас касаться? Можно сейчас, да? Конечно, оцениваются дополнительные баллы для всех специализаций. Это победители и призеры Всероссийской Олимпиады школьников. Заключительного этапа дается целых 5 баллов дополнительно. Также победители и призеры регионального этапа в СОЖ – это 4,3 балла. У меня пошло большое эхо. Ага, спасибо. Вот. Кроме того, есть Олимпиада ступеней. Победители и призеры заключительного этапа ступеней также получают за седьмой класс плюс 3 балла. Ну и за восьмой класс, если поступают в девятый класс. Национальная Олимпиада по анализу данных дано. Может дать 4 балла победителям заключительного этапа и 3 балла призерам заключительного этапа. Всероссийский конкурс имени Вернадского – это конкурс проектов. Также дает 2 балла победителям и 1 балл призерам. Высшая проба, заключительный этап. Победителям дается 4 дополнительных балла и призерам дается 3 дополнительных балла. Высший пилотаж. Всероссийский конкурс исследовательных и проектных работ. Тоже оцениваются победители и призеры заключительного этапа и можно получить 3 или 2 балла. И даже золотой, серебряный или бронзовый значок ГТО может дать драгоценный 1 балл нашим абитуриентам для поступления. Кроме того, если мы рассматриваем факультет математика и физика, то оценивается еще Московская Олимпиада школьников. Также заключительный этап по математике и физике соответственно. И Олимпиада физтех тоже по направлению математика и физика победители 4 балла и призеры 3 балла дополнительно к сумме баллов, которые они получили за экзамен. Кроме того, факультет довузовской подготовки, который существует в лице, дает по результатам личного рейтинга дополнительные баллы, опять же, для поступления в соответствующий класс. Там выделена квота 10%, по-моему, от квоты приема по специализации универсальная, по направлению по этому. Ну и, конечно, дополнительные вне конкурсные места. Вот я себе пометила, это, конечно, социальные льготы, то есть дети-сироты, инвалиды, дети из многодетных семей. Очень интересный факт, что дается дополнительные вне конкурсные места, если дети зарегистрированы в Османном районе Центрального округа Москвы. Если они получили максимальный балл за устное собеседование как раз по математике, ну и если один из двух близнецов проходит по конкурсу, а второй не набирает баллы, то второй как раз вот этот из близнецов ему могут выделить вне конкурсное место. Поэтому на это тоже нужно внимательно обратить внимание родителям и посмотреть положение о вне конкурсном наборе и положение о предоставлении льгот и преференций для наших ребят, которые поступают туда. Так, на этом, наверное, у меня все. Благодарю, Ирина. Ирина рассказала нам об особенностях вступительных испытаний по математике и о преференциях, которые есть у абитуриентов. Ну что ж, передаю микрофон Ларисе Тарасеевич, репетитору по английскому языку, который расскажет об особенностях вступительных испытаний по данному предмету в лице. Лариса, вам слово. Добрый вечер всем коллегам и всем гостям, родителям и ребятам. Да, я хочу рассказать об особенностях вступительных экзаменов по английскому языку, потому что в зависимости от класса поступления экзамен очень отличается, совершенно разный. Но в целом, что хочется сказать, что уровень владения языком должен быть очень высоким для того, чтобы учиться в лицее и далее в институте. И если, конечно же, пожелается учиться. Ну для того, наверное, идут ребята именно в лице, для того, чтобы продолжать потом обучаться в этом обучении свое в этом университете, в институте. Поэтому уровень владения очень высокий. И если говорить про поступление в старшие классы, то здесь ребята пишут эссе. Как уже в начале Елена говорила, на эссе выделяется, да, время. Отдельно то, что время выделяется, это именно на создание самой работы. Ну а далее, каждый год нужно, конечно же, смотреть вот эти требования, особенности. Они могут уточняться, обновляться и так далее. Это эссе за и против. И написать такое эссе может человек, который владеет на хорошем продвинутом уровне английским языком. Умеет свободно высказывать свои мысли, обладает критическим мышлением. А к самому формату написания эссе можно подготовиться. Данный формат эссе не используется нигде. Он как-то был одно время на ЕГЭ. Но ушел этот формат. Что касается приема в восьмой класс, то здесь ребята пишут комплексный тест. Тест состоит из пяти заданий. Все задания составлены на основе текстов. Я очень коротко пройдусь по ним. Первый текст на понимание основной идеи, где нужно подобрать заголовки. Текст 300-350 слов. В принципе, не очень сложное такое задание. Второй текст тоже 300-350 слов. Довольно короткий, но задание уже более сложное. Там нужно вставить отрывки текстов, исходя из содержания текста. А также таким образом, чтобы этот отрывок правильно подходил. И по смыслу, и грамматически. Здесь нужно знать, что всегда бывают дополнительные, которые не нужно использовать. Либо отрывок, либо заголовок, либо другие предложенные лексические единицы. Третье задание идет уже текст в тысячу знаков, тысячу слов. Вернее, тысяча лексических единиц. И здесь нужно вставить в пробелы, в текст, из предложенных лексических единиц, из четырех вариантов предложенных слов. Всего таких 20 строчек, где нужно вставить. То есть текст тоже очень большой. И вот здесь проверяются грамматические знания и времен, и залогов, и местоимений, и предлогов. То есть всевозможные грамматические темы здесь вот очень хорошо вплетены в задание на основе текста. Повторюсь. Следующий также текст, но в который уже нужно вставить слова, преобразовав их по частям речи. Изменив дана основа, от которой нужно образовать ту часть речи, которая подходит по смыслу также в пробел этого текста. И пятое задание, также текст. Здесь просто также убраны из контекста слова, которые нужно вставить для полного понимания, без всякого преобразования. Таким образом, за тест можно получить 10 баллов. Тест, нужно сказать, довольно объемный. То есть вы услышали объем четвертое, пятое задание. Они тоже где-то в районе 200-300 слов примерно такие тексты. И содержание, я бы не сказала, что оно очень легкое, потому что тексты и грамматический материал довольно сложный. Он не соответствует уровню седьмого класса в школьной программе. То есть здесь однозначно идет уровень выше, по крайней мере, восьмого-девятого класса точно. Опережение на полтора-два года. Но здесь нужно говорить об уровнях, а не о классах. И знание уровень владения языком оправдан, потому что в старших классах лицея некоторые предметы преподаются на английском языке. Поэтому знания такие нужны. В принципе, те, кто постоянно изучает язык и те, кто начнет готовиться с осени заранее, все возможно и здесь абсолютно возможно подготовиться и к эссе, и к такому тесту. Потому что, в принципе, все задания, такого формата задания, они встречаются во всех учебных методических комплексах. Допустим, вставить такие слова такого типа, это и в всероссийских проверочных работах есть, и в ОГЭ, и в ЕГЭ. Поэтому формат заданий знаком, главное иметь хороший уровень и подготовиться к этому тесту. Так же, как и к эссе. Желаю удачи. И ждем первую подготовку. Приглашаем на подготовку. Но я опережаю, передаю микрофон. Да, Лариса, благодарю вас за вашу экспертную оценку вступительных испытаний по английскому языку в лице и высшей школе экономики. Ну что ж, я могу сказать также о тестировании по русскому языку. И на правах хозяйки эфира я могу сделать трансляцию демо-версии для наглядности. Я думаю, это будет хорошо. Тестирование по русскому языку в любой параллели включает 10 тестовых заданий. Я открыла сейчас демо-версию 10 класса. И буквально быстренько сделаю обзор этой демо-версии и скажу свое мнение относительно сложности. Итак, если мы смотрим на первое задание, это задание, которое проявляет орфографические навыки абитуриентов. И здесь сразу же хочу обратить внимание на то, что помимо того, что ребенок здесь должен знать правописание слов, он еще должен понимать частеречную принадлежность данных слов. То есть он должен понимать, в какой части речи пропущены буквы. И здесь представлены очень часто, довольно сложные случаи. Второе задание. Это одно из специфичных заданий именно лицея высшей школы экономики, потому что вообще высшая школа экономики любит словообразование. И здесь, во втором задании, это словообразование представлено. Да, и хочу сказать... Ну, кстати, словообразование-то есть и в восьмом, и в девятом классе. Вот, хочу сказать о том, что для ребят, которые готовятся в лицей, обязательно нужно отработать словообразование, потому что в школьной практике ему уделяется мало внимания. Далее, третье задание, да, посмотрите, тоже довольно-таки интересное, нетривиальное. Указать строки, в которых есть хотя бы одна несуществующая форма. Четвертое задание, это задание на пунктуацию. Пятое задание, да, хочу обратить внимание родителей и коллег на пятое задание, потому что это задание, например, для многих может составить сложность в связи с тем, что данный материал изучается только во втором полугодии девятого класса. Да, вот, например, у меня сейчас трое ребят готовятся к поступлению в десятый класс лицея, и я им пока, например, это задание не даю, да, потому что я знаю, что в рамках школьной программы они это еще не изучали. Вот, и здесь еще важно, да, чтобы педагоги, которые готовили абитуриентов в лицею, чтобы понимали также и специфику школьной программы. Так, следующее задание, шестое, необходимо проанализировать грамматическую структуру предложения, указать верные утверждения, оно относительно несложное. Седьмое задание с нарушением лексической сочетаемости или грамматической связи не составляет особой сложности, но требует подготовки, потому что это не то задание, где необходимо, да, ставить пропущенные буквы либо знаки препинания, то, что привычно для школьников. Здесь необходимо посмотреть с новой стороны, с неожиданной стороны, может быть, иногда на знакомые какие-то формулировки и еще найти там ошибки. Это интересное задание. Восьмое задание также на лексику. Девятое задание – это задание, я бы назвала это заданием, которое проверяет читательскую грамотность ребенка. Это функциональная грамотность, это уже не знание русского языка. И обращаю внимание на последнее задание демоверсии 10 класса. Это специфичное задание, и оно встречается, да, если мы говорим про профильные школы, оно встречается только в этом лицее. Это задание, в котором необходимо работать с материалами Национального корпуса русского языка. И посмотрите, то, что здесь даже не нужно знать русский язык, а здесь нужно просто внимательно работать с логикой, со структурой вот этой карты понятий из Национального корпуса русского языка. Находить причинно-следственные связи и быть внимательным и уметь правильно читать задания. Вот, поэтому могу сказать, что среди заданий комплексного тестирования, да, если я говорю сейчас про русский язык, среди заданий тестирования по русскому языку есть те, с которыми ребенок справится даже после ОГЭ, он узнает, да, какие-то те или иные задания на орфографический анализ, но есть задания специфические, которые требуют проработки, тщательной отработки этих заданий. И я сразу же хочу сказать, что хорошим подспорьем для подготовки в лицей, хочу лицей, который можно купить только в магазинах, университетских магазинах Буквышка, буквально вроде бы два магазина в Москве, в которых можно приобрести данные учебные пособия. И, в принципе, по всем предметам, да, по этим пособиям чаще всего ребята, да, с педагогами и готовятся. Вот, поэтому я рекомендую приобрести данное пособие и готовиться по нему в том числе. Так, сейчас мне нужно выключить трансляцию. Так, ну что ж, я думаю, что по русскому языку, если вопросов нет, я, наверное, закончу. Виктория, скажите пару слов? Да, да, да. Дадите, может быть, свою экспертную оценку заданиям по истории общественного знания. Да, сейчас камеру раз подключу. Так. Добрый вечер, коллеги, ребята и родители, которые смотрят наш пир. Я, как преподаватель истории и общественного знания, хотела бы рассказать о факультетах, на которые требуется история и общество знания. В восьмом и девятом классе универсальная программа, соответственно, там при поступлении, сдаче таких экзаменов, как история, общество знания и другие профильные предметы не требуются. В основном профильные начинаются в десятом классе, и вот как раз-таки по истории, по общественному знанию целых пять направлений, куда знания и истории общественного знания пригодятся. Но не каждый из этих направлений может подойти обучающим. Самыми популярными являются это гуманитарное направление, это экономика в социальных науках, это юриспруденция, также востоковедение и дизайн. Ну, если гуманитарные науки, экономика в социальных науках и юриспруденция, тут сто процентов понятно, что необходимо знание, либо история, либо общественное знание, потому что профильные предметы ребята сдают на выбор. То в дизайне и востоковедение немножечко интересный момент, потому что этот факультет подойдет не каждому ребенку. Востоковедение подходит тем ребятам, которые в дальнейшем планируют обучение как раз-таки по своему направлению востоковедения. Соответственно, это язык, по которому они будут обучаться в дальнейшем. Ну и, соответственно, здесь дается только история из моих предметов общественного знания, здесь не нужно направление. Вы пропадаете, Виктория, вы пропадаете. Тут экзамен не представляет из себя чистый экзамен по истории. В данном экзамене вопросы встречаются как по истории, но и больше. Виктория, мы вас до прерывиста слышим с перерывами. Так, ну, Виктория. Так, все? Виктория, как это? Остановилась, меня слышно? Сейчас слышно. Слышно. Так, Виктория, все, да? Вы уже закончили? Или есть что-то еще важное добавить? Отлично. По поводу социо-культурной осведомленности. Это в основном такие экзамены по истории искусства. Так, Виктория совсем пропадает. Я закончила. Здесь только проблемы со связью. Да, да, Виктория, мы вас плохо слышим. Тогда давайте мы продолжим хорошо эфир, потому что, к сожалению, я думаю, что ценная информация, которую вы говорите, не будет слышана ни нами, ни зрителями. Эту информацию, я думаю, можно будет у Виктории на канале прочитать после эфира. У нас у всех публикации будут. И у Виктории можно будет прочитать. Да, хорошо. Я думаю, лучше так поступить. Ну, что ж, коллеги, я бы хотела еще сказать несколько слов о том, какие я вижу особенности при поступлении ребят в этот лицей. Такие, с какими случаями я сталкивалась, я бы хотела поделиться с вами и с родителями, и с учащимися своими наблюдениями. Может быть, они будут кому-то полезными. На мой взгляд, этот лицей, он ставит довольно-таки высокую планку не только с точки зрения академической успеваемости, да, то есть с точки зрения академических знаний. Но этот лицей создает определенную такую среду, образовательную среду, которая, по-моему, подходит не для всех. Бывают такие случаи, и в моей практике были такие уже ситуации, когда ко мне обращались родители и просили подготовить ребенка в лицей высшей школы экономики. И на мой вопрос о том, зачем, да, почему они хотят поступать именно в этот лицей, они говорили о том, что их задача главная поступить в этот лицей, главное уйти со своей дворовой школы. И вот такой случай, на мой взгляд, не самый удачный для результата ребенка, потому что чаще всего немотивированные дети в этом лицее не остаются. Мы, как педагоги, которые заинтересованы не только в том, чтобы ребенок поступил, но и в том, чтобы ребенок, в принципе, обучался, чтобы наша работа не была впустую, да, ведь, коллеги, мы, конечно же, в первую очередь ратуем за то, чтобы в этот лицей приходили родители и дети сознательно и осознанно. Здесь необходимо понимать, что и довольно-таки высокая планка ставится с точки зрения учебного результата и с точки зрения вообще самоорганизации. Здесь нет, да, каких-то дедлайнов, здесь нет таких ситуаций, когда учителя ходят за учениками, как в обычной школе и просят их сдать там долги, какие-то контрольные работы и так далее. Здесь в лицее строится все иначе, здесь предоставляется свобода выбора, да, почему многие лицеисты и ценят, да, вот эту среду, которая позволяет им почувствовать себя взрослыми. Но не каждый ребенок способен обучаться в таком учреждении. Поэтому мы рады видеть тех родителей, тех детей, которые приняли, да, взвешенное решение поступать в лицей высшей школы экономики. Мы знаем, как готовить в этот лицей. У нас есть уже ребята, которые поступили в это учебное заведение. И мы для того здесь и собрались, чтобы, во-первых, продемонстрировать, да, и свое экспертное мнение относительно заданий, которые выполняют ребята при поступлении. И для того, чтобы познакомиться с будущими родителями, с будущими нашими учениками и предложить свою помощь при поступлении в данный лицей. Мы будем рады, если вы, уважаемые родители и ребята, будете обращаться к нам за помощью, и мы сможем быть полезными вам. И данный эфир мы сохраним. Этот эфир будет у нас на YouTube, будет в Telegram-каналах. Мы оставим свои контакты для связи. Очень приятно, когда нам родители пишут, звонят и доверяют нам. Таких родителей становится все больше. И мы будем рады, если данный эфир будет полезен для заинтересованных лиц. Коллеги, будем прощаться, да? Я благодарю вас за то, что вы пришли в мой Telegram-канал. И хочу сказать, что у меня был дебют. Я впервые провела эфир именно на своей платформе, потому что мы раньше с вами встречались на ваших платформах. Мы с вами теперь активно проводим прямой эфир. И, надеюсь, в будущем будем еще говорить и о других профильных школах. Ну что ж, все. Всем до свидания. До свидания. Спасибо за приглашение, Елена. Пожалуйста, до свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...